Газ подорожает, а субсидий становится все меньше. Весь год чиновники подчищали списки получателей субсидий, сократили нормы потребления, проверяли тех, кто занизил свои доходы, чтобы незаслуженно получить госдотации на коммуналку. Нашли даже несколько десятков тысяч человек, которые умудрились оформить субсидии дважды, сразу в нескольких регионах. А еще пообещали вообще лишить дотации с 1 октября всех, у кого нет газовых счетчиков. Но ведь люди за год богаче не стали. Чего же ждать в отопительном сезоне? Новые тарифы будут, а новых субсидий не будет? Разбиралась Инна Томина. Я очень щепетильный человек. Я боюсь, не дай бог, не так заплатить, не так рассчитаться. Я законопослушный человек. Киевлянка Раиса Ахметовна аккуратная и законопослушная, как и большинство украинских пенсионеров. Она выдержала тепловой удар прошлого сезона и прожила без долгов по коммуналке. Благо, субсидия покрывала затраты. Газа в ее доме нет, воду экономила. А в этом году придется экономить еще и свет. Если в прошлом году у нас еще было электричество давали 130 киловатт на одну семью, ну, если я одна, так в прошлом году, в начале, как говорится, этого года взяли на 110 киловатт. Хоть 20 киловатт, ну забрали. Ну что 110 киловатт? Это что, не варить, не стирать, не мыть. Грядущий отопительный сезон сейчас топ-тема в общественном транспорте и во дворах всей страны. Соседи Раисы Ахметовны уже упражняются в коммунальной арифметике и гадают, какие же цифры получат в платежках. Особенно те, кому с субсидией не повезло. В этом году уже она достаточно была, высокая оплата. А если идут сейчас разговоры о том, что уже повысить, то мы считаем, что для человека среднего класса, который хотя бы еще способен платить за квартиру, вот на сегодняшний день поднимать квартплату и тарифы поднимать, это, конечно, ну просто увеличивает задолженность. Какими будут тарифы, станет понятно ближе к концу месяца, когда правительство согласует с МВФ цены на газ. Ведь стоимость голубого топлива напрямую влияет на сумму в платежках. В структуре себестоимости абсолютно всех жилищно-коммунальных услуг, и прежде всего в структуре себестоимости такого услуга, как отопление и горячая вода, на 80% заложен именно газ. Подвищение будь-якой цены на газ, оно однозначно призведет до того, что больше людей пьет по субсидии. Хотя одночасно два процесса идут. Сейчас скорочивается количество субсидиантов, именно благодаря жорстским критериям. Можно дискутировать по тем или иным критериям, но, естественно, когда правительство сам себя загнал, и армия стала субсидиантов, 6,6 миллионов домогосподарств, то это не может подтянуть бюджет и другие платники податков. Правительство и не скрывает, что в этом году хочет сократить субсидии для одного, а то и двух миллионов семей. Ведь содержать всех слишком дорого. Только в этом году на это ушли рекордные 70 миллиардов гривен. Да и часто нуждающиеся льготники на самом деле оказываются хитрецами и умудряются оформлять сразу по две госскидки. Поэтому в новом сезоне субсидиантов тщательно просеют. Начали с жесткой проверки и новых социальных норм. Были введены дополнительные имущественные цензы в отношении тех лиц, которые хотят получать субсидии. А именно наличие или отсутствие в собственности заявителя квартиры площадью более чем 120 метров квадратных, частного дома площадью более чем 200 метров квадратных, автомобиля, который не старше чем 5 лет, осуществление им единоразовой покупки на сумму более чем 50 тысяч гривен. Также за бортом останутся должники за коммуналку и безработные. Но наряду с жесткими правилами оформления потребителям обещают и бонусы в виде монетизации. До первого вересня мы собрали все эти заявки людей с их паспортными данными, с банковскими реквизитами. И где-то в желтый листопаде эти люди получают вартость на уровне 100 кубов газа. Это где-то 690 гривен. Но пока в органах соцзащиты затишье. Желающих получить госскидку немного. Все придут в желтый, и в желтый начинается пальмированный период. А в том, что отопительный сезон начнется в октябре, в правительстве не сомневаются. Говорят, пересмотр цены на газ не повод для паники и срыва сроков. Мол, и запасы газа в хранилищах есть, и с электроэнергией все в порядке. А вот эксперты критикуют. Год прошел, а старые проблемы остались. По лечильникам будинковым тепла провалена программа, я думаю, 50% максимум по лечильниках тепла. По лечильниках газу провалена программа 3,5 миллиона домогосподарств без лечильников газа, так же, как и было. Никакой массовой энергоэффективности нет. С одного боку мы вытрачаем 72 миллиарда гривен на субсидии и аж 2 миллиарда гривен на тепломодернизацию. Вплотную заняться этим обещают уже с нового года, когда заработает фонд энергоэффективности. А пока украинцы повышают энергоэффективность индивидуально, в отдельно взятом жилище, прикручивая батареи и бережно используя воду. Экономии ради. Инна Томина, Евгений Каминский и Сергей Еременко. Подробности недели телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова